Покупателей секонд-хендов можно условно разделить на три категории. Первые – экологи, которые хотят поддержать перепроизводство. Вторые – экономисты. Они просто не привыкли покупать вещи задорого. А третьи – ценители моды. Они знают, что здесь иногда можно найти классные брендовые вещи. Вот, например, джемпер в Трусарде – это Италия, шерсть Мериноса. Данное изделие предложено даже без нарушения этикетки. Ремень – это пинг бренд. Вот, например, платье. Это натуральный шелк изделия, но оно приближено к новому. Здесь нет этикетки, но полностью чистая горловина. Здесь нет ни зацепок, ни… То есть можно найти какие-то эксклюзивные интересные вещи. К тому же секонд-хенды – спасение для родителей, особенно с двумя и более детьми. Ведь пока ребенок растет, гардероб приходится часто обновлять. С комиссионными магазинами это не бьет по карману. И готовятся к школе, приводят детей. И постоянные у нас есть покупатели, которые ходят постоянно к нам, одеваются у нас полностью. Что по ценам? А цены разные. У нас бывают скидки до 50%, а то и больше. Всего в нашем небольшом городе порядка пяти секонд-хендов. Однако не перестают открываться новые. Это говорит о том, что популярность таких магазинов растет. Мы открылись буквально месяц назад. Мы только начинаем. Все у нас потихонечку вроде как налаживается. Народ начинает ходить. Одежда дешевая. Все пассировано, все качественное. Все окей. Занимаются в новом секонд-хенде и благотворительностью. Например, раз в месяц здесь бесплатно предоставляют одежду детям из детдомов. Дарят 50% скидку беженцам с Украины. Так же, значит, котиков подкармливаем. Вы можете кого-то принесите из Дум. Концерты проводим на раз в две недели. Несомненно, секонд-хенд – это личный выбор каждого. Такие магазины можно рассматривать и в качестве альтернативы при поиске необычной одежды. Ведь никогда не знаешь, где найдешь ту самую вещь. уставочки. Уставочки. Продолжение следует...